Здравствуйте! На портале Экзогиат.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о книге пророка Даниила, о образах этой книги и почему пророк Даниил является пророком конца времен. Вероятно, как вы знаете, это одна из самых поздних книг иудаизма, и нужно понимать, что имя Даниил является собственным именем, но скорее выражает собой некую собирательную личность, некий собирательный образ, связанный с определенным этапом в истории народа Израиля. И поэтому Даниил не столько автор книги, сколько ее герой, действующее лицо. И за этим именем стоит всегда нечто гораздо большее, чем просто имя человека. И сейчас мы попытаемся понять для того, чтобы увидеть, насколько эта книга находится на пороге Нового Завета и помогает нам, христианам, понять тайны Нового Завета в каком-то новом свете и в большей глубине. Прежде всего, рассказываются чудеса, которые своей обманчивой реалистичностью, натурализмом, вводят немножко в заблуждение. Потому что мы воспринимаем это просто как чудо, но в действительности это всегда указание на какую-то другую, более глубокую реальность, которая стоит за этим. Даниил находится в традиции великих тайнозрителей. Он, как новый Иосиф, способен истолковать сны сильных мира и сего. Но, с другой стороны, он сам видит видения, которые он не может истолковать. И благодаря лишь ангелу он понимает смысл тех видений, которые он видит. Потому что речь идет об окончательных судьбах мира. И просто человек не в состоянии вместить все это. Итак, книга повествует о событиях, связанных с Вавилонским пленом. Здесь упоминается имя царяного Худоносора, имя Дария Медийского. Но в действительности она написана значительно позже, примерно в 165 году. И эта книга написана в определенную историческую эпоху, связанную с эллинизацией. И правители, которые сейчас господствуют в Святой Земле, всячески навязывают греческую культуру, греческий язык. И поэтому перед благочестивыми людьми стоит выбор, либо поддаться этой ассимиляции, либо оставаться верным обычам своих предков, своей культуре. И таким образом, для того, чтобы людям вот этой новой культуры выразить некую очень важную весть, автор книги прибегает к событиям как бы далекого прошлого. Таким образом, нужно понимать, что книга говорит о событиях, происходящих вокруг царяного Худоносора, но она содержит в себе весть, которая очень важна для людей всех времен и всех народов. Прежде всего, речь идет о свидетелях веры и о мучениках. Вероятно, за именами Новохудоносора, Даниила и вот других персонажей, Сидрах, Месах, Авденаго подразумеваются совершенно другие люди, имена их не названные. Но на протяжении истории человечества их будет очень много. Целый сон свидетелей, мучеников. И в книге мы видим, как Господь совершает чудеса, защищая своих избранников, своих праведников. В частности, описывается, как Даниил брошен в печь, потому что он отказался поклониться золотому истукану, и вместе с ним три отрока. И какое же удивление царя, когда на следующее утро он увидел их живыми, целыми, невредимыми, и вместе с ними некий незнакомец, ангел. И, может быть, самое главное чудо – это то, что царь-язычник вдруг произносит слова благословения Богу и наделяет своих героев новыми благодеяниями. Ничего подобного невозможно себе представить. Это какой-то сказочный конец. И все это происходит именно в тот момент, автор пишет об этом в тот момент, когда царь Антиох, создавший космополитическую империю, требует, чтобы все поклонялись греческим богам, а те, кто пытается оставаться верным закону Моисея и тем самым показывает какую-то свою исключительность, будут восприниматься как некая опасность и как внешний враг. И поэтому возникает целое поколение мучеников, которые предпочитают оставаться верными до конца. И самый главный урок, который преподносит эта книга, если мы ее прочитываем в каких-то конкретных исторических условиях, возникает новое поколение мучеников, которые придерживаются религии не для того, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду, потому что очень часто люди присоединяются к религии для того, чтобы Господь им помогал, решал их проблемы, для того, чтобы извлечь какую-то выгоду для себя. Здесь возникает образ мучеников, которые без всякой причины, просто по широте своей души, по величию своей души остаются верными. И религия им совсем не нужна для того, чтобы избежать смерти. Наоборот, они готовы умереть для того, чтобы остаться верными своему Богу. И это новая весть, которая будет какой-то ошеломляющей вестью. Пророк Даниил оказывается помещенным в ров вместе с дикими львами. И каково же удивление его палачей, когда они увидят, что львы сохранили жизнь Даниилу. И для царя это будет знаком того, что Даниил правитен. И поэтому в качестве компенсации царь бросит в этот ров тех, кто клеветал на Даниила вместе с членами их семьи. И тех львы растерзают, пока еще они не окажутся на дне этого рва. Таким образом, это тоже приводит к какому-то радостному чуду, потому что царь в ответ издает указ, повелевающий всем народам земли благословлять Бога Израилева. Совсем не то, что происходит при Антиохе и Пифании. Но праведник повинуется Богу и остается верным не для того, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду. Он остается просто потому, что он праведник, верным Богу. С другой стороны, нет никакого презрения к другим народам. Потому что самое главное – это не то, чтобы чужой царь принял твою религию, но для того, чтобы изменилось его сердце. Эта весть является исцеляющей для людей, которые переживают эпоху репрессий, именно в эпоху репрессий, гонений. Очень легко впасть в другую крайность, ожесточиться, стать фанатиком для того, чтобы свой фанатизм противопоставить страху смерти. Но победа над страхом смерти должна быть одержана на каком-то другом поле. В частности, победа над страхом смерти должна сопровождаться открытостью сердца, а не его ожесточением. И в этом смысле книга пророка Даниила, когда она прочитывается в конкретных исторических условиях, приобретает новое звучание. Другая книга по-настоящему будет написана по горячим следам и назовет все своими именами. Это, конечно, вторая книга Маковейская. И там как раз рассказывается о том, как семь братьев на глазах матери приняли мученическую кончину, предпочитая оставаться верными закону Моисея. Они отказались вкушать свиное мясо, потому что это запрещено законом, и предпочли принять смерть. Если в книге спасение совершается здесь и сейчас, на этой земле, и Даниил увидит своими глазами это спасение, как и его товарищи тоже, спасение не увидит глазами плоти Маковей. Это говорит о том, что подлинное спасение по-настоящему это не просто избавление от какой-то опасности конкретных исторических обстоятельств, которые угрожают тебе смертью. Подлинное спасение – это всегда победа над самой смертью, и поэтому увидеть ее глазами плоти, глазами этой жизни невозможно, потому что невозможно переступить горизонт этой жизни. Итак, образ спасения тем самым выносится за рубежи, которые разделяют эту жизнь и жизнь будущую. И самое главное видение, которое нас впрямую подводит к тайнам Нового Завета, конечно, открывается в самом конце. Представьте себе, что в каком-то видении присутствуете при сотворении мира. Вы можете себе представить, допустим, Великий Взрыв, если вы придерживаетесь космологии, современной физики или какие-то другие процессы, которые приводят к появлению этого мироздания из небытия, из ничто. Как это возможно себе представить? И пророк Даниил видит это в виде четырех небесных ветров, дыхания Духа, которые поднимают бурю на море. И в результате этой бури из моря возникают четыре чудовища, каждый из которых соединяет в себе черты разных животных. Они порождают новых монстров, новых чудовищ, разрушительных. Конечно, это очень нам напоминает историю XX века. И затем на это видение накладывается то, что видел пророк Иезекииль, описывая колесницу божественной славы. Потому что вся эта буря и весь этот хаос наполнен каким-то присутствием. И вдруг на облаках появляется образ сына человеческого, которому дается власть над всеми этими зверями, над всем хаосом, хаосом небытия, хаосом смерти, разрушения. И, конечно, это нечто совершенно новое. С одной стороны, мы как будто возвращаемся к первой главе книги «Бытия». Дух дышит над водами хаоса, бездны небытия. Возникают животные, которые будут размножаться по роду своему и по подобию. Миссия человека будет владычествовать над этими животными и быть царем этого мироздания. Но все пошло по другому сценарию. В результате появляется насилие, над которым уже человек не может возобладать. Именно поэтому необходим этот образ нового человека, сына человеческого, который будет не просто новым Адамом. Адам – это означает просто человек. Но новый царь, который является таинственным образом самого Бога, для того, чтобы эту проблему решить мирным путем, но для того, чтобы этот сын человеческий смог возобладать и воцариться над животными хаоса, небытия, насилия, он перед этим должен оказаться в их власти. И именно поэтому в Евангелии говорится о том, что Мессия должна пострадать. Должна пострадать сыну человеческому, прежде чем он победит грех и победит смерть. Именно об этом и говорит пророчество Даниила, которое для нас потом становится неким исполнением того, что свершится в жизни самого Христа. И, конечно, в апокалипсисах и вот в таких апокалиптических видениях возникает другой важный вопрос. Доколе? Когда же это кончится? Когда же наступит последняя черта? И здесь появляется образ Архангела Гавриила, который называет конкретное число. Он говорит «семь седьмин». 490 лет со времени Вавилонского плена, прежде чем воцарится справедливость и прежде чем будет восстановлен истинный храм. 490 лет уже истекли. И именно поэтому для народа Израиля становится понятным, что народ оказывается на пороге Нового Завета, совершается нечто новое в человеческой истории. И поэтому пришествие Сына Человеческого и Откровение Его подготовлено и этой книгой, и теми читателями, которые прочитывают эти страшные пророчества в условиях крови, насилия и страшного угнетения. И одновременно здесь тоже образ истинного покаяния, потому что именно у пророка Даниила церковь заимствует эту молитву, которая является основой молитвы покаяния. «Мы повергаем моление наше пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». И все образы праведников, которые проходят перед читателями, начиная от Ильи, пророка, который принял страдания, и других пострадавших пророков, завершая таинственный образ раба Господня, который возникает у пророка Исаия, который будет одновременно и истезуемым, и источником исцеления, все это венчается видением Сына Человеческого, этого таинственного образа, который означает, что час восстановления, час воскресения близок. Мы находимся на пороге рождения чего-то нового. Все это перекликается с мыслью Ирине Ильонского, которая мне всегда кажется очень важной и ключевой для понимания христианства. Ильин Ильонский говорит, «Христос, придя на землю, принес с собой все новое, все, что было до него, было лишь каким-то бледным пророчеством, вместе с ним все обретает свою полноту, и каждый раз это нечто новое. Господь обновляет лицо творения». Именно в этой перспективе обновления, новизны, того, когда события далекого прошлого вдруг таинственно перекликаются с тем, что происходит с нами сегодня, здесь и сейчас, помогает видеть историю в какой-то особой глубине, когда наша земная история становится продолжением священной истории, где главным действующим лицом является сам Господь. И таким образом мы сможем увидеть пророчество Даниила во всей актуальности для нас, людей 21 века. На портале экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...